В стенах Казанского университета состоялся правовой диктант, где принять участие мог любой желающий. Студенты, лаборанты и преподаватели собрались в одной аудитории, чтобы проверить свою правовую грамотность и знание русского языка. И декан юридического факультета не стало исключением. Вооружившись ручкой бумагой, она своим личным примером показала студентам, что юрист должен не только разбираться в своей специальности, но при этом быть грамотным и образованным. Юридическая профессия требует не только правовой, профессиональной грамотности, но и элементарной грамотности в знании русского языка. Я считаю, что если мы хотим быть образцом для своих студентов, мы сами должны участвовать в этих мероприятиях, и поэтому всегда призываем преподавателей проверить себя. В роли диктора пригласили вратаря футбольного клуба «Рубин» Сергея Рыжикова, который прочитал текст на тему спортивного права. Выбор на такую известную личность пал не случайно. Неспроста юрфак называют спортивным факультетом с юридическим уклоном. К тому же в 2017 году состоится Кубок конфедерации по футболу. Отдал все, что мог. Так что я старался очень сильно. Я понимаю, что ребятам было тяжело. Оценка людей зависит от тебя. Если ты плохо неправильно продиктуешь, то ребята плохо напишут. Это нехорошо. Все участники получили сертификаты. А после проверки диктанта лучших наградят на ученом совете факультета ценными призами-сувенирами. А проверять работы участников будет кандидат филологических наук Алексей Бастриков. Текст разрабатывался нашим экспертом. Это Бастриковым снял Васильевичем. Как раз он провел анализ статей по спортивному праву и сделал небольшую выборку. Была компиляция из большого документа в 77 страниц. Поэтому он отобрал именно этот текст, чтобы студенты не смогли списать или найти его в интернете. После написания диктанта в знак благодарности Сергею Рыжикову подарили футболку от юридического факультета с его номером и надписью факультета. Кроме этого, каждый желающий мог получить заветный автограф от игрока Рубина и сфотографироваться на память. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.